всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду стоп очень важная информация всего одну неделю по промокоду фреско или по промокоду обломов вы можете получить скидку на любые ножи самура 25 процентов четверть цены не скинули мне кажется это неплохо но это не все будут еще и подарочки подробности посмотрите в ролике славного дружи ссылочку размещу в описании а вот теперь смотрим медовик я небольшой любитель сладкого ну вернее не совсем так вру конечно я люблю сладкое тесто удобную выпечку а вот к различным тортам как правило отношусь без энтузиазма но есть один торт который я предпочту всем остальным это медовик нет сейчас конечно купить более-менее приличный нужно без проблем но по крайней мере в крупных городах россии но все которые мне довелось попробовать можно назвать в лучшем случае съедобными или такими неплохими а мне хочется действительно вкусного и вот сегодня я вам покажу именно такой рецепт конечно классический ни разу но именно с таким кремом именно с такими кожами мне нравится больше всего и так для выпечки коржей нам понадобятся мука мед масло сливочное сахар соль сода и яйца а для крема сметана чернослив орехи грецкие сахар масло сливочное и ванильный экстракт а начну с коржей сначала надо отмерить мед можно брать свежий можно засахаривающийся и на не сильном огне его хорошо прогреваем не до кипения градусов до 70 до 80 где-то так отлично теперь добавляю пищевую соду натуральный мед дает кислую реакцию сода достаточно энергично как видите реагирует но какая пена лично продолжаем процесс соль и сахар и перемешать нагрев все еще продолжается размешать надо все как следует до полной однородности пора добавить немного воды и продолжаю размешивать после того как сахар добавил температуру немного бросила и опять его поднимаю до тех же 70 до 80 градусов и вот сейчас самый важный и самый ответственный момент надо при постоянном помешивании прогревать эту пену от нагрева сахара начинает карамелизовываться видите при перемешивании со дна поднимаются такие вот коричневые полоски карамель по сути так вот чем больше карамели в этой пене тем более насыщенный вкус у коржей будет в готовом торте но перегревать тоже нельзя иначе тесто будет горчить поэтому греем мешаем и следим не отрывая глаз от этой пены греем и следим и мешаем смотрите какая красота получилась нагрев уже можно выключить но все еще продолжаю помешивать дно то у кастрюли горячая если оставить не мешать обязательно нижние слои подгорят так что еще минутку после выключения огня надо поработать лопаткой и и вот теперь пожалуй можно класть масло и тоже старательно его вмешать до полного расплавления и до однородности этой смеси все пусть посудина еще немного остынет я пока подготовлю яичную болтушку если предварительно яйца взбить то в густую сладкую пену вмешивать будет проще о-о-о-о скорлупа в коржах лишняя отлично сладкая смесь наверное уже остыла градусов до 70 глаз алмаз можно вмешивать яйца до однородности спешить с их добавлением не стоит будет температура у смеси повыше могут свернуться свариться ну и затягивать с добавлением тоже смысла нет чем ниже температура тем гуще смесь тем сложнее размешивать до однородности нормально пора добавлять муку вот чуть-чуть вы обратили внимание какой насыщенный коричневый цвет у смеси это очень хороший показатель у нее сейчас очень яркий очень такой насыщенный карамельный вкус ну что касается количества муки так разная мука обладает разной степенью влагопоглощения вам возможно понадобится откорректировать количество для вашей но не стремитесь ее валить много много муки коржи будут более плотные хуже подойдут будут твердыми такими как же будет не то продолжим столе тесто очень липкой так что на пялю-ка я перчатки приступим видите насколько она жидко еще вымешивать на столе лучше начинать пораньше то есть не в чашке добиваться правильной консистенции столе конечно не очень удобно тесто прилипает но зато контролировать количество добавленной муки проще смотрите но все еще липкая уже не так сильно как вначале но все же еще один показатель правильной консистенции это его пластичность видите но тянется под своим весом значит такого количества добавленной муки уже достаточно и больше не надо добавить и муки больше тесто будет более плотная но я уже говорил а может делить на части у меня будет 8 коржей их надо выложить на припудренную мукой тарелку но теперь раскатка и вырезание учитывая что тесто очень тягучая и все еще довольно липкая я раскатываю сразу на бумаге для выпечки потому что если на столе раскатать то перенести его на бумагу в ровном виде так что не провалось практически нереальная задача раскатывать надо очень тонко вот миллиметр полтора в самый раз а теперь можно и в духовку отправить температура 180 200 времени на выпечку уйдет две-три минуты мы увидели какие они тонкие кошки получаются и важный момент не следите вы за временем вы следите за внешним видом подрумянились надо вытаскивать перепечете станут жесткие сухие и горчить будут не допечете будут слишком мягкие слишком влажные тоже будет не то и вкуса не наберут карамельного короче следим за внешним видом еду уже можно вытаскивать смотрите корж пока мягкий когда остынет конечно станет твердым на вот эти краешки мне понадобятся позже для обсыпки вот в таком разрезе пока не корж печется вы второе раскатываете эдакий конвейер получается горячие коржи выкладывайте на полотенце для остывания и не складывайте сразу в стопку пусть сначала остынут горячие могут склеиться между собой продолжу процесс все краешки в остывшем виде надо превратить в крошку сделать это можно и просто положив полиэтиленную пакет и затем поработав скалкой ну либо вот так воспользовавшись малой кухонной механизацией процесс приготовления крема чрезвычайно прост окрошки пока твожу в чашку отправляются орехи сахар и чернослив теперь один в жух и вот результат и сейчас можно добавить масло и немного сметаны совсем чуть-чуть для начала если сразу много сметаны положить то масло плохо размешается проверено еще немного сметаны чуть побольше и опять в жух и вот смотрите какой результат получившуюся пасту получившийся крем нужно смешать с оставшейся частью сметаны до однородности смотрите какая красота завершающий штрих ванильный экстракт или можно ванилин или ванильный сахар добавить количество по вкусу так ну что у нас осталось только сборка и ожидания где-то мое красивое блюдо смотрите каждый как затвердили и это блюдо кстати в незапамятные времена из италии притащил были мы все не такой симпатичный городок вот там его и купил чтобы не ошибиться с количеством крема надо сначала поровну его по коржам разложить не обязательно в чашке портсайку оставить такую достаточно большую что было чем боковины смазать начнем так а вот с последним горжом немножко не так не спешите его смазывать иначе придавливать эту стопку можно будет только испачкав руки вот теперь можно уже и мазюкать и боковину и верхушку да и крем перед смазанием коржей можно охладить еще с кухни жарко тогда он будет немножко погуще ну и завершающий штрих обсыпка крошкой рецептик конечно требует некоторых временных затрат но если сравнивать с другими рецептами тортов то он однозначно выигрывает по времени лишнюю крошку надо стряхнуть собственно все оставляю его при коптной температуре на час-два чтобы коржи интенсивнее пропитались после чего выбираю в холодильник минимум на 12 часов на ту же самую пропитку эта красавица в разы вкуснее если как следует настоится а это дело не быстрое и вот сегодня торт можно пробовать смотрите какое чудо 12 часов в холодильнике минимум трескать его надо конечно же с горячим чаем или с кофе смотрите какой мягкий супер но запах медовый насыщенный карамельный такой ваниль такая легкий аромат присутствует он нежнейший сметанный крем придает такую кислинку очень классно сочетается чернослив такой насыщенно чувствующийся и орешки вот грецкие орехи нужно дробить прям в пыль нужно чтобы маленькие кусочки оставались это тоже очень классно это очень классно сочетается очень важный момент еще раз повторюсь цвет пены при приготовлении теста чем темнее тем насыщеннее вкус коржей будет будет просто сказка приготовьте так вы не пожалеете торт я буду доедать уже за кадром конечно с большим удовольствием вам спасибо за компанию напоминаю все генеральный спонсор самура благодаря которому вы смотрите эти ролики в том числе каждому покупателю по промокоду фреска предоставляет очень хорошую скидку пользуйтесь сайты samura.ru самурорг ну вы знаете спасибо за компанию всем пока